Снэйк, меня обнаружили, поймали. Не помешала бы твоя помощь. Это случилось сразу после моего контакта с доктором Марвел. Что? Где ты? Не знаю. Мне завязали глаза. Думаю, что я в высотном здании. Снэйк, найди меня по звукам. Слева я слышу лифт. Справа насос. Спереди и сзади вроде бы течет вода. Хм, окей, я запомнил. Они не знают, что у меня есть передатчик, но я уверена, что это ненадолго. Поторопись. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что вода равно канализация, равно подвал. И после прохождения под длинной и скучной спирали, поверьте мне, там не на чего смотреть, мы направляемся вниз. И в одной из комнат мы находим деревяшку с двумя гвоздями. Вы ни за что не поверите. Это местная взрывчатка. Эй, а ты друг той блондинки? Хм, можно считать другом того, кто все время посылает тебя по рации. И да, теперь дети бегают по канализации. Одноклассный дядя сказал мне найти парню зеленым и передать ему, что девушка не здесь. Боже, что за скриптом расположения спрайтов в этой игре? А теперь Солид Снейк надел девочку себе на голову? И это неправильно на стольких уровнях. Хм, вода капает, что-то гудит. Не хватает только большого баннера, Холли держит где-то здесь. На удивление, из деревяшки с гвоздями получилась неплохая взрывчатка. Дети, не пытайтесь повторить это дома. Хм, ты в зеленом, я в зеленом. Сама судьба свела нас вместе. А теперь за спасение... Спасибо за помощь, Снейк. Что такое? Ничего. Я просто не думал, что такая... Сексуальная. Приятно слышать. Вот только обстановка для комплиментов неподходящая. Насчет Мавра. Он вроде бы в безопасности. Вроде бы? Ты же сказала, что видела его. Тебе, наверное, послышалось. Я лишь знаю, что он выпустил голубя. Интересно, откуда он его достал? В тюрьме. Я видела, как он улетел на крышу. Наверное, солдаты его уже вовсю ищут. Ты должна перейдить их. За голубями я только не гонялся. Поможешь? Насмешила Снейк. Я пойду искать информацию. Смотри, не попадись снова. Кстати, Снейк, ты знаешь МТС? Да, да. Можешь не объяснять. Вот копия ключ-карты. Прощай, Снейк. Эй, а как же награда за спасение? Стой, Холли! Что? Эм... Мы живем опасной жизнью и, возможно, не увидимся, так что... Так что... Давай, если выживем, то... Снова встретимся? Окей. До встречи и удачи тебе, Снейк. Нет, я хотел сказать, давай сделаем это здесь и сейчас, ведь, возможно, другого шанса уже не будет. А чёрт, она убежала. Опять же, пропуская монотонные блуждания по спирали... Где-то здесь зарыта дверь. Ударь по стене и узнаешь, где. Ну, по крайней мере, это не такой комплексный лабиринт. Раз уж такое дело, давайте опробуем взрывчатку в режиме таймер. Мальчик! Нет! Не подходи! Как же я дальше буду жить без твоих стихов про дверь? Оууу. Мне всегда было интересно, что бывает, когда в игре погибает ребёнок. Но так как я слишком гуманен, у меня не было шанса проверить. И теперь я, наконец, узнал. Я видел много ананасов на юге отсюда. Ээээ, тушёнку с ананасами я ещё не пробовал. Так вот, теперь мы знаем, что если убить ребёнка, Снейк делает пейс полон такой силы, что у него отнимается половина хп. Хотя, возможно, всё гораздо проще, и Снейк просто режет себе вены. Раз уж мы завели этот разговор, давайте поговорим о детях. Не нужно быть великим аналитиком, чтобы понять, что разработчики поместили детей в этот лабиринт с одной целью, чтобы показать, что Биг Босс – добрейший души человека, заботится о военных сиротах. Я видел много ананасов на юге отсюда. Мальчик освоил искусство теневого планирования? Конечно, да, Биг Босс – добрейший души человек, но если он так любит детей, то почему я нахожу их в таких странных местах? На островке в болоте, в комнате рядом с сумасшедшим бегущим человеком, а теперь вообще замурованным... Я видел много ананасов... Уйди, стрелять буду! Иногда эти дети так сильно меня достают... Я видел много ананасов... Я ведь сейчас нажму на кнопку и не пожалею об этом. Кстати, вы обратили внимание на ребёнка ниже, который зависал на текстуре? Боже, бедный Биг Босс, я не удивляюсь, почему он их здесь запер. Кстати, я тут вспомнил, а ведь в первой части был замурован акваланг? Хм, интересно, что бы это значило? Биг Босс нам как папа, он ненавидит взрослых. Что-то я не припомню, чтобы мой собственный отец меня замуровывал. Нифига себе у них ананасики! И да, весь этот путь я проделал абсолютно зря. И бедный ребёнок пал жертвой взрывчатки только для того, чтобы Снэйк забрал парочку гранат. Эх, что-то я заскучал, Миллер. Выручай. Дети твой так, как будто ты всесилен. Всегда думай об успехе. И никогда не вспоминай о гейм-оверах. Взбодись и двигайся к победе. Окей, возвращаемся в лифт и едем наверх. Эх, всего лишь 30 этажей. И так каждый раз, когда едешь туда или обратно. Супер. Ах, да, я, я приехал. Что это? Ловушка? Это твап! Точно, капкан в лесу, боксхаундер. Хе-хе-хе, он ползет, как хэткраб. Того и глядишь, прыгнет мне на голову. Я Рэдбластер. Зажарю лисицу на медленном, гранатном огне. А, он ползёт за мной. Сталлоне, выручай! Рэдбластер. Маньяк взрыва техники в красный. Эдный убийца из университета Румумба, СССР. Он использует ловушки как снаг, демобилизирует противника и убивает его с гранатомёта. Снэйк, как говорится в поговорке, клинклином шмар. Эх, с чего бы начать. Во-первых, я жутко разочарован, что это не хэткраб. Во-вторых, может он и маньяк взрыва техники, но явно не в красном, а в зелёном. В-третьих, что-то я не помню никакого университета Румумба в СССР. Это больше похоже на название какого-то африканского племени. Ну и, наконец, с каких пор такое универсальное оружие, как рука, называется гранатомётом? Ну и это не вся парадоксальность ситуации. Кто-нибудь, чёрт подери, объясните мне, где находится мой противник. За стеной? Тогда почему он так странно ползает? На крыше? Поверьте мне, это не самый последний этаж, да и вообще, кто знаком с устройством лифта, тот знает, что на самом верхнем этажом есть коробка, которая двигает кабину лифта вверх и вниз. Самый последний вариант, который пришёл ко мне в голову, это вентиляционная шахта. Но тогда как объяснить то, что граната попадает туда по навесной траектории? Кстати, вы когда-нибудь видели гранаты с лазерным прицелом? До Metal Gear 2 я считал эту идею абсолютно маразмичной. И угадайте, что? Моё мнение не изменилось. Думаю, мне и объяснять не нужно, насколько маразмична и глупа эта идея. Кстати, даже после прохождения игры я до сих пор не могу понять, что за белые хрени преграждают мне путь. Стекло, паутина, стена, натянутая верёвка. Что это? Какой бы вариант я не придумывал, получалось что-то глупое. Настолько же глупое, как лазерный прицел на гранате. Ладно, к чёрту, эта битва уж слишком затянулась. Пора уже с этим кончать. Получив за победу над этим боссом большой кусок вкусного, сочного ничего, мы отправляемся дальше. Зато благодаря нему я знаю, что это я... Что эти стены можно ломать. Мне интересно, какому умнику пришла в голову идея ставить ловушку мгновенной смерти сразу после победы над боссом. О да, как там в песне поётся. Всё выше, выше и выше, стремим мы полёт ножки. Дверь на крышу была запечатана для предотвращения вторжения. Но сделано это было на скорую руку. Так что ты, Снэйк, легко сможешь это исправить. Пока. Стой, Холли! За каким хреном ему понадобилось запечатывать крышу? Там же ничего нет! Сейчас не лучшее время, Снэйк. Перезвони позднее. ФАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА